это только начало это только начало, я Владимир Аевский привет, наконец-то доброе утро, доброе утро наконец-то ты вернулся из своих, не побоясь этого слова, заграничных путешествий странствий, да, я о них чуть-чуть расскажу я очень-очень рад оказаться и в твоей морекомпании и в вашей, дорогие мои, у кого нет микрофона но кто сидит перед, я уже даже не знаю из чего сейчас радиус слушать, перед чем-либо из чего раздается мой голос спасибо большое, что слушаете, я очень признателен вашему вниманию давай я напомню, перед чем можно сидеть во-первых, перед ютубом и смотреть на Володю Раевского прямо из студии Серебряного дождя поэтому заходите, пожалуйста, и смотрите вот это твоя камера, а вот это моя, а вот это твоя у нас фантастически красивые и крутые новые камеры ну вот, давайте я с хороших новостей начну чего, как бы, столько плохих новостей нам Игорь сказал самых разных, давайте с хороших начну завтра, 14 января 2021 года исполняется 130 лет Осипу Мандельштаму нередко я упоминаю это имя и то, о чем хочу сейчас рассказать в наших эфирах но лишним, я уверен, не будет и вам противно от этого точно не станет итак, завтра 130 лет выдающемуся, а по мнению многих и вообще лучшему нашему русскому поэту не буду никаких слов по этому поводу говорить они все будут сказаны, во-первых, завтра во-вторых, ну, отчего я нового к этому скажу? ничего я завтра утром сяду в самолет и отправлюсь в свой родной город Екатеринбург а в 15 часов по уральскому времени окажусь на вокзале Екатеринбургском где будет торжественно открыта мемориальная доска в память об одном некоторой Осип который Осип и Надежда Мандельштама провели на скамеечке перед центральным входом на наш вокзал, тогда Свердловский по пути в ссылку в Чердань это было в 1934 году доска совершенно замечательная и повод один единственный день, который они провели на Свердловском вокзале мне кажется, тоже совершенно уникальная для того, чтобы человеку была установлена мемориальная доска может быть, даже не было никогда такого в истории русской литературы чтобы за один единственный день великий поэт удоставился целой мемориальной доски но тем, мне кажется, это событие прелестно и тем оно замечательно и будет дорого мне кажется, нашим сердцам я уверен, что к этой доске будут приезжать и приходить люди просто посмотреть на то что есть такое чудо я очень-очень горд что оно будет в моем родном Екатеринбурге и в вашем, дорогие мои, Екатеринбурге обращаюсь не только к тем кто нас в самом Екатеринбурге слушает но и ко всем кто живет просто в мире потому что любой город существует в мире ничего не в руках властей придержащих а просто существует в мире и принадлежит всем, кто в этом мире живет местный мемориал наш, Екатеринбургский Анна Пастухова и Валерия Петровская в середине нулевых в середине 2010-х выступили с идеей установить мемориальную доску на здание вокзала за те 80 лет, что Осип и Надежда на нем были здание мало изменилось вокзальное начальство было только за и я очень рад это слышать у меня не было никаких сомнений что в моем родном Екатеринбурге такую инициативу поддержат начали собирать деньги это шло сначала бодро потом, естественно, ни шатка, ни валка потом все это дело встало ну вот и буквально этим летом Рома Либеров и еще несколько скажем так энтузиастов этого дела снова зачали сбор денег очень быстро в течение меньше чем за одну неделю собрали недостающие средства 550 тысяч рублей и скульптор Николай Придейн который все это время работал над проектом наконец смог перевести доску в бронзу и подготовить ее к установке собственно она будет установлена уже завтра там было было последнее препятствие знаете как самая глубокая тьма перед рассветом вот перед самым Новым Годом в Средловской железной дороге сказали что да мы согласовываем но вы с московским комитетом согласуете и у всех подвисали челюсти как почему надо в Москве согласовать то что будет установлен в Екатеринбурге как это было естественно сделать невозможно перед Новым Годом практически невозможно и все думали что все это сорвется придется устанавливать спокойно там летом в год 130 лет но никак не в день рождения Мандельштама но произошло чудо и в Москве разрешили установку на Средовском вокзале без всякого дополнительного обсуждения и без всяких дополнительных премий ура это замечательное событие завтра в Екатеринбурге в 15 часов если вы свободны приходите на Екатеринбургский вокзал на открытие не забывайте естественно маски понятно что мы там с вами не обнимемся но увидимся это точно событие радостное я правда честное слово специально ради этого события ну конечно главным образом повидаться с родителями но вообще повод 133 Мандельштама открытие мемориальной доски на Екатеринбургском вокзале приходите в 15 часов увидимся да и в Екатеринбурге мы вещаем на частоте 88,8 напомни если вы вдруг отправитесь в Екатеринбург подключайтесь да не теряйте настроек да а чего а давай давай-ка напомним про па-па-па-па-па-па-па-па-па давай продолжим хорошо так ладно ну так в этом месте у нас должна быть реклама я призываю слушателей серебряного дождя давать рекламу на серебряный дождь сори ребята я так подготовил эту паузу что она должна прозвучать звонко не прозвучала никак напоминаю вам задание прошлогоднего уже конкурса сокровища наций напомню что перед каждым своим эфиром накануне я прячу в одном из городов в которых оказываюсь небольшое сокровище сокровище номинальное как правило это магнитик с логотипом серебряного дождя или то что у меня кажется под рукой вот в прошлом году оказался магнитик с зайчиком я прячу это в одном из городов где мы вещаем а может быть где мы и не вещаем но куда вы вполне в состоянии добраться и загадываю это место наиболее хитроумным способом после чего предлагаю вам добраться до этого места первым отрыть сокровище сфотографироваться сделав селфи присылать на фотографии и получить призы от серебряного дождя и от наших друзей издательств задание на прошлой неделе фуф две недели назад в прошлом году 30 декабря звучало так название этого небольшого русского города связывают то с живой водой то с колокольчиком то с неким клубом гадать тут в общем-то нечего надо ехать на вокзале найдите почтовый ящик снизу под ним закреплен магнитик с зайчиком фото с ним и призы ваши наш победитель Алексей Теливанов предупреждал что он может быть занят на работе и может не ответить на наш звонок поэтому пока мы пытаемся до него дозвониться я расскажу его историю которая поистине удивительна Алексей нам пишет я с его позволения зачитаю полностью это сообщение на самом деле это новогодняя история родился и живу в Москве на Валдае отдыхаю уже 35 лет да я подсказываю где находилось это сокровище на Валдае отдыхаю уже 35 лет люблю эти места и знаю город и его окрестности очень хорошо а в эту зиму это оказалось особенно актуально тишь, глушь, интернет, снега красота Москва далеко предвкушение нового года чудо и тут меня останавливают в Валдае работники ГИБДД в самом городе Валдае я надел маску и приготовился к нравоучительной беседе каково же было мое удивление когда вместо инспектора из машины ДПС вышли Дед Мороз со Снегурочкой и вручили мне написанное детским почерком письмо с пожеланиями на Новый год если позволите я зачитаю и это письмо которое нам было прислано это такой прикольный бланк с какими-то детскими рисунками и детским почерком вот такое послание пусть Новый год исполнит все ваши мечты и желания чтобы на дорогах случались чудеса чтобы всегда внимательны были ваши глаза желаю полный бак бензина не знать ни ям и ни заторов пусть каждая дорога ведет к счастью в верлибору перешел автор этого стихотворения и дальше продолжает нам писатель Алексей Селиванов на следующий день на следующее утро после этого дорожного инцидента зазвонил телефон и моя знакомая сказала если ты на Валдае ищи зайца на вокзале и получи приз это уж потом это уж потом я узнал что к чему и какая передача но само ощущение пустой вокзал снег следов даже нет и руку под почтовый ящик а там заяц чудо заяц при репленном но естественно с нетерпением ждут третьего а не знаю чего третьего тринадцатого видимо тем более сегодня старый Новый год да сегодня старый Новый год со старым Новым годом у вас радио ваше знаю давно и люблю правда редко слышу авторские программы все больше музыку теперь с удовольствием присоединюсь удачи здоровья и процветания вашему коллективу нескучного нового дня нового года и вера в чудеса Алексей это удивительная история мне она очень понравилась я оказался действительно на вокзале города Валдай и подумал а почему бы нет зачем мне добираться до Москвы чтобы спрятать сокровища которые вы и без всякой Москвы прекрасно найдете и спрятал его там загадал его напомню таким заданием название этого небольшого русского города связывают то с живой водой то с колокольчиком то с неким клубом гадать тут в общем-то нечего надо ехать на вокзале найдите почтовый ящик снизу под ним закреплен магнитик с зайчиком фото с ним и призы ваши все мы получили фото от Алексея естественно это был загадан тот самый город Валдай на вокзале этого города был почтовый ящик привинчен и под ним располагался примагничный мною зайчик которого прекрасно нашел Алексей буквально естественно мы отправим ему тем более что слать это недалеко в Москву может пригласим его сюда Алексея на серебряный дождь вручим призы обещанные еще в прошлом году значит знаете что еще пишет Алексей привет передайте Наталье это та самая знакомая которая навела на зайца как пишет Алексей привет Наталье передайте которую навела на зайца она вас слушает лучше без фамилии она поймет хорошо без фамилии тем более фамилию мы даже не знаем Наталья Зайцева как же да Зайцева по принадлежности да Наталья привет вам ну и пара слов о самом городе Валдай там совершенно удивительные места это Новгородская область озера действительно снегом все припорошено на много-много метров озера заледенелые замороженные можно гулять в просторах поскольку скажем так перемещение по миру осталось затруднительным в Новый год то лично у меня в инстике было очень много фотографий в снежных просторах так как никогда не бывает в последнее время на Новый год все отправились в леса в поля в Карелию в Новгородскую область кругом и везде вот и Навалдай Навалдай оказался в частности я в какой-то период и Алексей почему я таким образом его загадал это действительно была нехитрая загадка но знаете чем дальше и чем чем дальше я прячу магнитик или какое-то другое сокровище и чем меньше этот город то я конечно тем проще придумываю задание потому что ну тут у нас уменьшается количество соискателей в прямом смысле соискателей сокровищ название этого небольшого русского города связывает то с живой водой писал я когда-то в прошлом году то с колокольчиком то с неким клубом почему так ну во-первых само слово валдай непонятно что значит естественно у него какие-то финно-угорские корни да не очень это славянское слово валдай несмотря на несмотря на то что глаголы в повелительном наклонении в русском языке звучат примерно так же но к ним он ничего никакого отношения не имеет скорее всего это на одном из финно-угорских диалектов свежая живая вода еще есть версии что валд это область ну там действительно довольно просторно другие думают что от слова волот богатырь вот насчет богатырей реально не уверен но остальные как пишет официальный сайт новгородской области для туристов считают что наименование совокупное обозначает озеро в болотистом крае с богатырем видимо раз совокупно это по поводу живой воды ну про колокольчик валдайский комментировать нечего вы и сами все прекрасно знаете и наконец некий клуб да действительно есть такой валдайский клуб очень странная организация дискуссионный клуб основанный в 2004 году в великом новгороде рядом с озером валдай он так и стал называться валдайский клуб это какие-то околоправительственные ребята которые собираются там каждый год на разные дискуссии регулярно зовут туда Путина он там тоже что-то говорит с кем-то но я в Волоте обращу твое внимание что слово валдай действительно сейчас связано с клубом Путина если так сказать да с сознанием многих с 2014 года четвертого четвертого прошу прощения оговорилась обрати внимание как работает вот это как место получает свой имидж да я надеюсь что это все ненадолго потому что места былинные и в русской истории они очень-очень давно еще с прошлого с позапрошлого тысячелетия поэтому пусть они будут связаны там с живой водой имидж был разный с богатырями с колокольчиками валдайский клуб тоже останется в истории безусловно но верю ненадолго там это кстати не самое мерзкое мероприятие потому что они назовут разных людей не только Путина но и там всяких ученых экономистов нобелевских лауреатов бывших президентов Тария Халнин бывший президент Финляндии приезжала много чего но смешным это все быть не перестает потому что например в 2004 году они возвращали этот клуб а в 2005 году они его устроили на палубе понятно что 2005 год это не 2021 и даже не 2015 то есть такие времена скажем другие еще наблюдались так вот они второе заседание этого клуба устроили на палубе теплохода Александр Радищев и назвали всю эту балалайку Россия политический калейдоскоп прекрасно я починал просто про историю этого балалайского клуба я не смог дальше 2005 года забраться потому что это было очень смешно уже Россия политический калейдоскоп это меньшее это самое далекое от нынешнего наименования нашей страны что можно выдумать а из Александра Радищева имя которого было данное теплоходом замечательный русский писатель проехавшийся из Москвы из Петербурга в Москву и написавший одноименную повесть и в общем которого неприятности после этого начались такого рода что в общем вся его карьера и нормальная жизнь на этом были закончены Александр Радищев писал так в частности много замечательных цитат в путешествии из Петербурга в Москву я выбрал для того чтобы запараллелить ее с путинским балдейским клубом я выбрал такую если мы скажем и утвердим ясными доводами что цензура он пишет цензура что цензура с инквизицию с инквизиции принадлежат к одному корню что учредители инквизиции изобрели цензуру то есть рассмотрение приказной книг до издания их в свет то мы хотя ничего не скажем нового но из мрака протекших времен извлечем вдобавок многим другим ясное доказательство что священнослужители были всегда изобретателями оков которыми отягчался в разные времена разум человеческий что они подстригали ему крылья да не обратит полет свой полет свой к величию и свободе так писал Александр Радищев по поводу цензуры о которой которые видимо в 2005 году все-таки еще детей пугали перед сном но поскольку Россия политический калейдоскоп и закрутился таким образом что слово цензура стало вполне себе ну как бы просто погода в России примерно таким же стало к счастью это не касается серебряного дождя отчего я думаю мы все кто здесь выходим в эфир получаем огромное удовольствие и продолжим его получать да вот я посмотрел кто в 2019 году в предковидном заседал в дискуссионном клубе Валдай там уже не такой политический калейдоскоп наблюдался президент РФ Владимир Путин президент Азербайджана Ильхам Алиев Казахстана Касым Жамар Токаев Филиппин Родриго Путерто и король Иордании Абдалла II Ибн Хусейн почему достаточно калейдоскопично на мой взгляд тем не менее это примерно один цвет скажи там в этом калейдоскопе у заседавших наблюдался да приветик ребята вам всем королю Иордании в том числе хорошо похихикали давайте объявим задание на будущую неделю давай сделаем это красиво и расскажем о призах сокровища нации итак дорогие друзья в очень ближнем Подмосковье есть земли некогда принадлежавшие одному аутсайдеру конечно к моменту обладания этими землями аутсайдером он не был о нет совсем наоборот на этих землях построил свое фирменное сооружение потомок средиземноморских южан тоже мог бы замерзнуть в России и стать аутсайдером но вышло опять же совсем наоборот вокруг этого сооружения есть железная ограда с каменными столбиками рядом с левым угловым столбиком примагничен круглый логотип серебряного дождя пришлите селфи с ним и призы ваши легкотня как говорят наши слушатели легкотня так еще раз очень смотрите на самом деле это реально легко найти это сооружение легко живут там многие из вас я уверен но попытался сподвигнуть вас к подвигам ратным в очень ближнем подмосковье есть земли некогда принадлежавшие одному аутсайдеру конечно к моменту обладания этими землями аутсайдером этот человек не был о нет совсем наоборот на этих землях примерно так скажу вам 200 с небольшим лет спустя ой 100 простите 100 с небольшим лет спустя к моменту обладания 100 с небольшим лет спустя на этих землях построил свое фирменное сооружение потомок средиземноморских южан он тоже мог бы замерзнуть в России стать аутсайдером наверное но вышло опять же совсем наоборот вокруг этого сооружения есть железная ограда с каменными столбиками рядом с левым угловым столбиком примагничен круглый логотип серебряного дождя пришлите селфи с ним и призы ваши расскажу вам в двух словах о призах значит две книги которые по-моему отлично подходят друг другу несмотря на то что они выпущены разными издательствами первую книгу толстенный том но мне кажется совершенно увлекательный 800 страниц реально увлекательного чтения выпущен издательством non-fiction при содействии книжных проектов Дмитрия Зимина Зимина Зимина? sorry Дмитрий Зимина написал его профессор Стивен Пинкер и называется он лучшие в нас очень толстая книжка мне нравится да что лучшего на 800 страниц на 800 страниц почему насилие в мире стало меньше да конечно вы скажете меньше сейчас но вдумайтесь в саму основку вопроса конечно насилия в мире стало меньше люди перестали по крайней мере развлекаться глядя на пытки например то есть так делает какое-то количество людей даже наших сокраждан к несчастью но это например перестало быть уделом площадных развлечений на день города например ну и многое другое мне кажется что даже там в таких системах не берем самые радикальные из них но в таких системах как там армии и школы все равно насилия стало меньше даже за последнее на моем веку безусловно мы движемся по тропе гуманизма вроде бы несмотря ни на что с большими препятствиями мы перепрыгиваем такие козлы об которые пока спотыкаемся но тем не менее я думаю что профессор Спинкер прав на серии стало меньше книжка любопытная Билл Гейтс на обратной стороне утверждает что это самая вдохновляющая книга из тех что я читал я мне кажется видел еще парочку цитат Билла Гейтса примерно с таким содержанием на паре обложек но не важно не исключаю что он прав тем более что Альпина редко издает плохие книжки и вторая это детская книга чудесного издательства Альбус Корвус что в переводе с латыни значит белая ворона эту книгу написала Лин Фултон иллюстрации чудесные прям знаете в лучших традициях иллюстрации к детским книгам 20 века сделала Филичитас Сало книга называется она создала чудовище как мы решили придумала Фракенштейна вот действительно на берегу Женевского озера жила была одна барышня да семейными скажем так узами связанная с литературой но еще не писательница потом раз и стала писательницей в начале 19 века возможно это было несколько сложнее чем сейчас стать писательницей юной барышни и создала книгу которая вошла в историю мировой литературы это детская книга но я вот знаете держу ее в руках конечно я бы ее сам прочел может быть быстрее чем ваши дети но книга достанется не мне а тому кто отгадает где спрятан магнитик и третья книга которую мы хотели бы вам вручить выпущена издательством индивидуум вы знаете что не так давно была пятилетняя годовщина смерти Дэвида Боуи все кому это имя дорого 10 числа 8 день рождения и 10 день смерти 10 января исполнилось 5 лет с тех пор как Дэвид больше не с нами и в издательстве индивидуум в преддверии этой даты в конце прошлого года вышла книга о Дэвиде Боуи которая называется почему Боуи важен да название не открывает нам всем всех ее секретов хотя устроена эта книга совершенно замечательным образом ее написал британский профессор культурологии Уилл Брукер он по совместительству преданный поклонник Дэвида Боуи и провел довольно неожиданный эксперимент за один год профессор Брукер прожил карьеру Боуи подражая ему вплоть до мелочей во всем вот на основе на биографии на онлайн ресурсах он составил списки всех книг прочитанных Боуи всех песен которые он слушал всех любимых фильмов чтобы погрузиться полностью в его творческую среду и прожил 12 месяцев я расскажу после небольшой паузы когда мы вернемся в эфир каким способом профессор Брукер прожил год написания этой книги это только начало это только начало я Владимир Аевский рассказывал про третью книгу которую мы вручим победителю конкурса сокровища нации на этой неделе эта книга выпущена издательством индивидуум ее написал профессор культурологии и преданный поклонник Дэвида Боуи Уилл Брукер так вот книга называется почему Боуи важен при этом написан довольно любопытным необычным способом Уилл Брукер выяснил все что читал Боуи все книжки все песни которые он слушал все фильмы которые он смотрел и на 12 месяцев погрузился полностью в жизнь Дэвида Боуи причем сделал так чтобы разные месяцы соответствовали разным периодам карьеры Боуи с 60-х годов до ухода в 2015 году то есть в течение года он брал каждый из альбомов Боуи поочередно слушал только его покрасил себе волосы сделал такую же прическу как у Боуи в фильме «Человек, который упал на землю» чтобы даже когда он смотрелся в зеркало все увиденное ему в зеркале напоминало о том что он что он делает поэтому это во-первых конечно же путеводитель по жизни и творчеству Дэвида Боуи но что немаловажно и что редко вернее скажем так не всегда сопровождает книги которые посвящены жизни и творчеству это еще и признание в любви тут без любви вообще невозможно нет вообще никак да собственно с Мэри Шелли и Франкенштейном тоже наверное не получится без любви я уж молчу про человечество о котором пишет автор книги с человечеством можно и без любви мне кажется так вот три книжки я еще раз напомню задание тем более что оно так выписано куртуазно в очень ближней подмосковье есть земли некогда принадлежавшие одному аутсайдеру хотя конечно к моменту обладания этими землями аутсайдером этот человек не был о нет совсем наоборот на этих землях построил свое фирменное сооружение потомок средиземноморских южан тоже мог бы замерзнуть в России и стать аутсайдером но вышло опять же совсем наоборот вокруг этого сооружения есть железная ограда с каменными столбиками рядом с левым угловым столбиком примагничен круглый логотип серебряного дождя пожалуйста пришлите селфи с ним и призы ваши напоминаем куда слать ватсап плюс 7903 797 6333 сделайте пожалуйста если уж доберетесь до туда пожалуйста сделайте пометку конкурс чтоб мы безошибочно выудили ваше сообщение первым в череде всех прочих и отдали книжку про Боу и книжку про Фанкенштейна и книжку про всех нас как мы стали лучше именно вам собственно вот такое задание успехов вам ближней Подмосковье не я думаю что многим москвичам не чуждый город не чуждое местечко ну вот что хотелось еще обсудить я знаю знаете что вот все ведущие радиопрограммы особенно возвращаются после там новогодних каникул в эфир и начинают рассказывать куда они ездили это не всегда увлекательные истории но я думаю вы меня простите если я немножко расскажу о местах где мне удалось оказаться тем более что ну вот у нас так с вами заведено в нашей программе что я просто получаю какие-то впечатления там сам в жизни где-то и делюсь этим впечатлениями с вами вы простите меня в этом пошлом жанре рассказ о новогодней о поездке на новогодние каникулы если я все-таки расскажу о том где я оказался мне кажется что может быть мы из этого с вами совместно извлечем какие-то полезные нам всем вещи не скромничай Станислава из Пятигорска тебе уже пишут Владимир бонджорно коместай как ты вообще нет не там я был ты же говорил про романскую империю да 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 было дело но не время тогда да но не этот язык вот я немножко с запозданием хотел зачитать сообщение Наташи она пишет открывает доску вот спасибо за содействие ну всех участвовавших поздравляем спасибо Наташа большое это речь о доске в Екатеринбурге я еще в конце эфира конечно напомню и Марина из Екатеринбурга пишет обязательно съездим полюбоваться на мемориальную доску класс или приезжайте завтра в 3 часа дня увидимся и откроем ее вместе не знаю насколько увлекательно будет открытие но прикольно увидеть это и сдокументировать на айфон например прям в режиме реального времени так вот я оказался в Турецкой Республике в Турции которая конечно принадлежит к тому к тем регионам мира которые не могут называться только одним политическим названием и включает в себя все чем они были прежде конечно Турецкая Республика существующая кстати в прошлом году исполнилось 80 лет Турецкой Республике с 30-го года конечно она была не только Турецкой Республикой но и Османской империей а до этого Византии а до этого Римской империи а до этого разные части Турции были разными регионами но в частности и древнегреческие полисы и разные древнегреческие государства тоже на территории древнегрецы присутствовали однажды я летел летел из Берлина и долго стоял что-то там в очереди на посадку и разговаривался с очень приятными ребятами из Турции и что-то там мы болтали я говорю слушайте а вы куда сами ездите вот на море ну вы знаете что Турция очень популярна среди моих сограждан да-да-да не знаю там все знают слово как дела да-да-да мы знаем что русские очень любят ездить там в Анталию в Кемер в Кемер во всякие такие места а я говорю да-да-да-да спасибо вам за эту возможность что она у вас в стране есть а куда вы сами ездите они говорят вот есть такое местечко куда мы часто приезжаем называется Чешме такой небольшой городок куда ездят отдыхать турки и мне стало так интересно я говорю Чешме что-то знакомое слушайте а это не то что еще Чешма могли называть и говорят ну да наверное а там был инцидентик между нашими двумя странами и они начали смеяться и я понял что это то самое Чешме которое стоит на берегу Средиземного моря и смотрит прямо на Чесменскую бухту где опять же этот год юбилейный не только прошлый год вернее юбилейный не только для миллион других поводов но и в частности он был юбилейным аж 250 лет прошло для знаменитого Чесменского сражения когда 7 июля 1770 года русский флот под командованием графа Орлова сжег весь турецкий флот запертый в этой Чесменской бухте это была самая выдающаяся самая разгромная победа русского флота может быть кстати предположуя вообще за всю его историю это было что-то невероятное это конечно и мастерство русских флотоводцев и несчастное несчастливое стечение обстоятельств до османов и конечно разные такие случайности которые просто очень помогли русским так или иначе были взорваны и сгорели внимание 15 линкоров 6 фрегатов 6 корветов 40 мелких военных и транспортных судов в общем кошмар куча народа погибла я конечно совершенно не хочу выражать никакой радости по поводу погибших турок хочу лишь поскольку прошло уже все-таки 250 лет и наверное знаете о войнах совсем былых времен мы можем говорить в каком-то ином ключе нежели о второй мировой например или о первой мировой войне в которой участвовали все-таки довольно близкие нам поколения но это конечно был разгром просто невероятный невероятный капитан-командор грейк который командовал одной из одним из подразделений русского флота писал так легче вообразить чем описать ужас ослабенений замешательства владевший неприятелем турки прекратили всякое сопротивление даже на тех судах которые еще не загорелись целые команды в страхе отчаяния кидались в воду поверхность бухты была покрыта бесчисленным количеством спасшихся и топивших один другого страх турок был до того велик что они не только оставляли суда и прибрежные батареи но даже бежали из замка и города Чесмы оставленных уже гарнизоном и жителями там действительно кое-где взорвался пороховой трюм или какой-то порох бочки с порохом начался пожар он перекинулся на другие суда там было тесно в общем русским благоволила погода порох счастливое стечение обстоятельств бог, аллах все все возможные причины это была совершенно грандиозная победа она фактически поставила точку скажем так она изменила серьезнейшим образом соотношение сил в той войне это была очередная война выигранная русскими у турок в Кючук Кейнерджи был подписан Кючук Кейнерджийский простите пожалуйста мирный договор и Россия в частности получила используя последствия этого договора Крым память о Чесменской победе очень глубока в русской истории особенно в русской военной истории военно-морской истории была от Чеканина медаль с изображением этой сцены гибели турецкого флота граф Орлов получил добавление к своей фамилии Чесменский ну в общем Чесменский храм собор есть в Петербурге есть число Чесма в Челябинской области даже по-моему где-то в Подмосковье или недалеко от Москвы есть еще одно число Чесма тоже в честь той грандиозной победы ну представьте себе что ее значение было равно не знаю ну как победе какой Сталинградской битве вот что-то что-то похожее на это только конечно наверное еще более радостное потому что Россия не потеряла ни одного судна в той победе и все это где-то у меня существовало где-то в окраинах моего сознания когда я стоял в Берлине в очереди на посадку и когда эти молодые турки рассказали о том что они ездят на самом деле в этот Чесмен просто отдыхать просто потому что там прикольно нет больших отелей небольшие домики и все это у моря в таком живописном виде я почитал все про это действительно изумительные места и очень хотел с тех пор туда попасть уже несколько лет и вот настал 2020 год велик и страшный был год 2020 и выбор был невелик куда отправиться на зимние праздники и я очень думал что может быть это идеальный момент совместить вот ту далекую мою мечту о том чтобы увидеть город Чесмен который стал местом виктории русского флота и увидеть то место куда собственно ездят отдыхать сами турки и где почти не бывает иностранцев туда я и отправился это действительно совершенно замечательные места Чесмен это крохотный городок с крепостью той самой вот тот самый гарнизон оставленный жителями и солдатами после вот этой грандиозной победы 7 июля 770 года там стоит мемориальный камень такой который рассказывает о событиях этой битвы я уж не знаю не знаю турецкого я не смог перевести и понять как они для себя сами трактуют то что там произошло там стоит памятник как же его зовут Хасан Паше со львом очень очень плохая скульптура очень плохая но очень грозный турок который командовал турецким флотом в том сражении он остался жив после этого прожил еще 20 лет наводил ужас там где ему позволяли наводить ужас и был кумиром всей турецкой черни потому что был выходцем сам из низших социальных слоев и пробился вот в командирские на командирские позиции место чудесное рядом есть еще один городок Аллачаты так он называется по-турецки его населяли греки во многом населяли они его довольно плотно вплоть до трагических событий 20 века и обмена населением в 20-е годы 20 века когда всех греков заставили принудительно покинуть все турецкие города и на их место заселили турок которые жили на территории современной Греции отдельно как-нибудь поговорим про эти страшные события они довольно жестоким образом аукнулись и на судьбах этих людей которых насильно переселили и аукнулись на судьбах культурного наследия которое было ими оставлено и вот представьте себе этот абсолютно греческий городок наверное который был абсолютно идентичен тому что можно увидеть приехав на Крит или куда-то на остров Кос где к сожалению не было много представляю себе это по фотографиям и всяким фильмам вот такой же городок только турецкий который облюбовали разные турецкие очкарики вроде меня только турецкие наоткрывали там маленьких отелей все эти улочки переулки с небольшими построенными скорее всего еще греками домиками очень красиво смотрятся в квадратных фотографиях известных интернет-приложений и в общем там люди активно тусят больше там нет ничего винодельни козы овцы курочки коты и собаки в общем-то на этом все но рядом находится одно место куда отправляются люди не только добравшиеся до Чесменской бухты но и просто приезжающие в Турцию это место имеет значение огромное колоссальное для всего человечества и подробнее об этом месте я расскажу когда мы вернемся в эфир пожалуйста не переключайте волну или не закрывайте окошко ютуба это только начало это только начало в два слова еще про Чесменское сражение вот Наташа спрашивает Владимир а что было написано на медали Чесменского сражения в памяти Чесменского сражения а то я вроде тоже об этом слышала стаканчики местные бардак привезли нет пусть все их привозят потом никто из них чай в России не пьет ну почему пусть они останутся там некоторые пьют это же прекрасные стаканчики мне очень они нравятся но мне кажется они хороши как местное вино всегда на месте так вот медаль которая была от Чеканина буквально сразу после сражения в конце июня 770 года ничего там особенного кстати не написано там изображена императрица Екатерина написано Екатерина 2 императ и самодерж всеросс потом написано кстати Т. Иванов с Ером на конце потому что медальером был Тимофей Иванов и он тоже упомянут на этой медальке это чудесно на обратной стороне 4 русских военных корабля часть города написано Чесме и турецкие корабли объятые пламенем предполагаю что Т. Иванову Тимофею Иванову изобразить изобразить это было непросто потому что получилось довольно убедительно но единственное трогательное может быть что можно отметить об этой медали это то что там есть надпись поверху просто слово одно был все их напечатали 5 тысяч вручили тем кто в Чесме был и под обрезом Чесме 1770 год года июля 24 дня все в общем это больше ничего кроме слова был наверное особенно ничего об этом сказать нельзя так вот да большие события произошли до Российской империи в 770 году однако может быть не самое главное место которое находится в том регионе Турции а наверное для человечества все таки поистине грандиозную роль сыграл древнегреческий потом римский город Эфес который находился на территории нынешней Турции не очень далеко от Чесме буквально в паре часов езды совсем рядом с городом Измир который когда-то назывался греческим словом Смирна так вот город Эфес был основан очень давно на землях тех жили древнегреческим преданиям амазонки которые как известно сидели лучше мужчин обходились женским обществом выходили к мужчинам один раз в год для того чтобы пополнить свои ряды скажем так всех новорожденных мальчиков отдавали обратно отцам всех девочек оставляли у себя ну и воспитывали их в амазонском духе существовали ли какие-то подобные племена неизвестно ничего на эту тему сказать не могу легенда замечательная ничего не знаю про ампутацию одной груди для того чтобы удобнее было натягивать лук по поводу древнегреческих мифов в отношении их отношения в аспекте их отношения к реальности ничего сказать не могу однако главной древнегреческой богиня будущего города Эфес действительно стала богиня Артемида которая была в древней Греции как известно покровительницей охоты и плодородия изображается она обычно такой статуей женщину которой очень много грудей вот такое классическое изображение Артемида поэтому вот по всем этим причинам в древнегреческом городе Эфесе в великолепном стоящем на пристани богатом торговом не мог не появиться храм Артемиды их было всего три за всю историю первый строил древнегреческий архитектор с забытым совершенно именем естественно Херсифрон потому что вообще в античной истории как правило ладно может быть не как правило но зачастую оставались в истории имена императоров которые заказывали какие-то грандиозные сооружения но гораздо меньше оставались в истории имена тех людей которые собственно все это строили его он только начал строить этот храм придумал в частности как же из каменоломен прикатывать огромные высоченные колонны чтобы они оказывались в Эфесе где все-таки камень не добывали думал думал как же доставлять их волочь на каких-то кучу взять волов лошадей как их что же сделать потом понял стоп ребят они же колонны давайте просто вобьем такие заглушки по оба конца насадим деревянные колеса и прикатим эти колонны собственно так и получилось его наследник Митаген который продолжал строительство храма Артемиды додумался до еще одной мне кажется более остроумной вещи как же поставить крышу на эти колонны ну вот ты установил колонны дернул как бы за какие-то веревки они встали дальше там с помощью системы которая к тому времени уже была опробована не раз туда надо было взгромоздить крышу но надо было ее поставить каменную крышу очень-очень тяжелую на эти колонны так чтобы во-первых их не порюхать во-вторых чтобы они не свалились под тяжестью каменной крыши и Митагену пришел довольно остроумный способ как это сделать я специально сейчас тяну время потому что я не собираюсь вам совершенно раскрывать Митагенового секрета в этом часе вы можете внести кстати свои предложения на плюс 7903 7976333 пока Игорь будет читать новости из России и мира не подглядывайте ладно не подглядывайте ни в какие источники попытайтесь предположить как это было как каменная крыша была установлена на эти колонны я расскажу об этом сразу же как мы вернемся в эфир давайте совместим прослушивание новостей из России разной степени приятности с древнегреческими изысканиями серебряный дождь